Специально еще предзащита. И по срокам она за две недели до защиты. К этому моменту уже все должно быть источено, все должно быть вычищено. И должны быть уже последние варианты научного доклада, презентации и, соответственно, в работе. Учитывая ваши вопросы, я приложу все усилия, конечно. Павел Васильевич, а приходит лучше, чтобы вам выполнять, скажем, магистрскую работу. Что-то тоже так было? Не понял вопроса. Ну, я так понимаю, раз в аспирануре пошел, он после специалитета пошел, значит? Но все равно было бы ровно. Выпускные работы были все равно. Вы какой факультет заканчивали? Инженер. Инженер. Там вообще расчетно-графическая работа была. Но писательного характера выпускная работа все равно совершалась, да? То, что инженерных путей много знаний далось. И поэтому требования по написанию работы специалиста или аспиранта, основные моменты, они одинаковые. Только аспирантская работа требует более широкого разъяснения. Обзор литературы, точной методики и многократных результатов. Согласен абсолютно, учтем. Ну так, нет, вот понимаете, мы с вами с сентября месяца практически, ну с октября, и мы топчемся на одном и том же. Это результаты Бориса Николаевича Орлова. Понимаю, человек заслужил. Но вашего-то вклада мы так до сих пор и не можем увидеть. То есть мы не можем понять, что вы сделали. Повторюсь, что касается Орлова. Кроме как обзор литературы, может быть, изучили. Орлов. Не надо нам Орлова сейчас. Нам нужно ваши, понимаете, ваши. Но мы на шаг вперед после Орлова пошли. Как же это нет? Да где подтверждение этому? Цифры. Где подтверждение этому, что вы действительно доказали, что вот такое-то облучение лучше, что это подтвердилось лучшей точкой роста или важной порастой. Все есть в статьях. Что это должно быть биометрически обработано и с достоверной разницей полученные результаты должны быть. Ну мат-обработка, естественно, просто да. Так мы нет этого, понимаете, мы не видим этого. Если бы вы нам в презентации все это показали, тогда бы им не было этих вопросов. Но за 20 минут не покажешь. Да все покажешь. А как вы на защите собираетесь за 10 минут? Доказывает всю дитератацию. Вот то, что вы спросили, это материалы методы там есть, мат-обработка и... Может быть, она... Василий Васильевич, а тебе публикации принес сюда? Не требовалось, поэтому не принес. Публикации я требовала от вас на защиту. Я не боюсь, что я знаю. Я с деканом разговаривал, но я не видел. А с публикациями мы вообще разговаривали еще и по поводу аттестации. Как-то вас аттестовывали, просили публикации принести список ваших. Нет, они есть. Они у меня видны, в этом видны даже, как они называются. Ну, так вы говорите, что они есть. В ринце. Ради Бога, подготовьте официальный список ваших трудов, как требуется. Это не значит, что у вас не разумеет, что был бы... Они даже есть в этом... Ну, вот они, публикации, где уже нет. Кстати, к давалам... Вот они, в частности. Порядка десяти... Вот они вам доступны, но и нам нет. Поэтому принесли. Ну, они есть. Они есть. То есть, нет... Я не могу сказать, что это в печати, тот в печати... Нет, это уже все опубликовано. Да как, где списаны страницы, с какой по какой в этом сборнике находятся подтверждения? Какие страницы... Здесь, по-моему, видно только материалы. Ну, как-то, вот 19, допустим, 20 лет... То есть, 18-20 лет... Ну, это прошлое. Нет. Все опубликовано в изданиях Ринца. Все видно. То есть, я их могу распечатать и предоставить без проблем. Нет, ну, давайте так. Я вот вам говорю, что они есть. Есть недоверие к моим словам, или что? Десять публикаций. Порядка десяти публикаций есть. Они видны в Ринце. Сколько публикаций Ваши в соавторстве с руководителями? Нисколько. А почему? Это риторический вопрос. Это не специалистический. Так, Александр, господин, нет? Не хочу выносить... Я, поэтому я сказала, что руководители... А, есть Александр. У Вас руководителей на Вашем пути в аспиратуре было несколько. Два. Конкретно два. Вы должны обязательно иметь статьи в соавторстве с руководителями? Не хочу. Если бы я сейчас честно ответил, то это было бы, что я выношу ссоры из-за збы. Я не люблю скандалов. Нет, Вы, извините, Вы еще не доктор наук, чтобы один публиковаться, или даже не кандидат. Нет, ну, мы сейчас прямо ответим, поставим вопрос, почему у меня... Вы сейчас аспирант. И Вы обязаны публиковаться с научным руководителем? Я не против. И согласен. Если Иван Старчич не против. С ним обязательно публиковаться. Для меня будет от чести, могу сказать. Для меня не публикается. Хорошо. Тем более, мне будет требоваться ваховские, поэтому тут так или иначе... Заводнение публикуешь. Опубликуешь? У меня есть... Есть электронные журналы, которые опубликуют и со своими... С этим, как говорится... Василий Васильевич, 70 тысяч я буду публикается. Пятнадцать. Не буду говорить, кто мне... Соскидка. Электронный экологический журнал, ваховское издание. Не буду говорить, кто бы посоветовал и какое издание. Но оно есть. Раньше было в десять, сейчас в пятнадцать. Ну, что же делать. Так, я считаю, что это состояние, мы еще прошло где-то комиссии, давайте зарегистрироваться. Есть еще принципиальные вопросы какие-то? Спереди, что вы говорите. Как бы? Заканчиваем ли мы? Заканчиваем ли мы? Заканчиваем ли мы? Заканчиваем ли мы? Дату, наверное, так, к первому, может быть, июня, чтобы Василий Васильевич уже в доработанном, нужном формате, свою диссертацию и, может быть, наброске научного доклада. Потому что это будет далеко не последний вариант. Все. Спасибо. Спасибо за участие в работе. Спасибо за кредит доверие. Доброго здоровья. Спасибо.